НОКИА 8800 СИРОККО Разбор НОКИА 8800 СИРОККО Имиджевый мобильный телефон, пришедший на смену НОКИА 8800. В комплект к телефону должны прилагаться черный Порш Каен и шикарный итальянский костюм. Начинаем разбор. Снимаем заднюю крышку и достаем батарейку. Отверткой Т6 выкручиваем 4 винта. Затем снимаем заднюю часть корпуса. Она снимается очень легко. В задней части корпуса находится вибромотор. Он выходит из строя крайне редко. Акустический блок в сборе с динамиком, антенной и кнопкой включения. Микрофон. Разъем заряда и разъем аудиогарнитуры и их выходные отверстия. С задней части корпуса также снимается металлическая заглушка, в которой находится слот для сим-карты. Далее снимаем нижнюю часть передней панели. Для этого сдвигаем слайдер и аккуратно в сторону снимаем нижнюю часть передней панели корпуса. С обратной стороны нижней части передней панели находится металлическая накладка с отверстиями под винты для закрытия шлейфов. Далее снимаем системную плату. Сначала отщелкиваем нижний шлейф от системной платы. Делать это нужно очень аккуратно плоским металлическим инструментом, чтобы не повредить элементы платы. Затем системная плата отводится в сторону и от нее отсоединяется основной межплатный шлейф. Делается это все так же аккуратно, все тем же плоским металлическим инструментом. Так выглядит системная плата. На ней находится коннектор под нижний шлейф, коннектор для межплатного шлейфа, сим-считыватель и контакты платы. Сама плата, как вы видите, невелика, что обеспечивает аппарату большую надежность. Далее снимаем нижний шлейф. Он снимается без труда, поскольку приклеен на двухсторонний скотч только в одной области. Нижний шлейф может быть виновником многих неполадок в работе аппарата. На нем находятся контакты микрофона, зарядки, аудиогарнитуры, вибромотора. К сожалению, выход из строя нижнего шлейфа Nokia 8800 Sirocco неисправность достаточно частая. Также на нижнем шлейфе находится контактная группа 7 контактов, которая используется для программного ремонта аппарата и перепрошивки. Далее раздвигаем слайдер и откручиваем два появившихся винта отверткой Т4. Затем мы снимаем металлическую накладку. Она приклеена на двухсторонний скотч по всей площади, и разобрать ее не повредив очень сложно, поэтому мы ее разогреем. Для нагрева мы будем использовать паяльную станцию, подавая горячий воздух температурой 200 градусов по Цельсию. Затем снимаем металлическую рамку со стеклом в сборе с кнопками. Аккуратно поддеваем ее с одной из сторон металлической лопаткой, и она автоматически отщелкивается. Далее снимаем клавиатуру. Тут также придется действовать аккуратно. Поддеваем клавиатуру металлической лопаткой, так, чтобы не повредить дисплей. Надавливаем и вынимаем ее. Дальнейшему разбору конструктивных частей Nokia 8800 Sirocco посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат. Продолжение следует...